Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии. Очаровательная Александра Хайрулина. Роман Шахов. Друзья, мы вас приветствуем и с радостью сообщаем. Сегодняшний концертный зал имени Елены Князевой. Иван! Привет! Наконец-то я вас давно хотела, а то все смотрю, смотрю, служу. И наконец-то концертный зал имени тебя. Это свершилось. Мы тебя поздравляем. Ну, ты умница, надо сказать. Поэтому, собственно, это и случилось. Все самое разумеется. Не устаем говорить. Спасибо тебе за этот потрясающий наряд. Это желток. Не боюсь этого слова. Желток и блестки. День чудесный. Слушайте, если у новогоднего Дождя есть своя королева, то сегодня она к нам пришла. Да ты девочка-желток. Золото ты наш, Леночка. На самом деле, такое выпьющее сочетание, казалось бы, да. Друзья, я... Все очень красиво, роскошно, да. И будут комментарии тому с подтверждениями потом. Вконтакте страны ФМ, да, пишите. Я хочу напомнить нашим зрителям и слушателям, что когда была у нас Леночка в последний раз, то есть перед этим она была в программе «Лучшая в стране», и тогда еще мне была подарена классная толстовка, которую, кстати, я ношу с радостью. Тебя еще раз благодарю за это, да. Это все происходило в канун твоего сольного концерта на крыше. На крыше легендарный концерт. Ну и, собственно говоря, как раз тогда ты презентовал у нас красивый клип на песню «Личная», который у нас уже и в хит-параде шагает уверенно и побывал. Ну, теперь, конечно, мы должны у тебя узнать, что у тебя нового, что происходит, что мы ждем. Мы тогда действительно очень здорово отыграли концерт, было очень много людей, был очень красивый вид, шикарная погода. Мы очень волновались, потому что это открытая площадка, это легендарное такое место, Парк Победы. Площадка называется «Высота», второй этаж. Открывается вид на вообще всю Москву, на Поклонную гору. Это правда потрясающе, конечно. Да, и мы, на самом деле, думали, что с погодой нам не поведет, потому что прогнозы были просто ужасающие. Но, тем не менее, все сложилось. Так бывает, на самом деле, очень редко, чтобы все и сразу сложилось. Не без стресса, конечно, не без каких-то там сложных ситуаций, но концерт был, на самом деле, хорош. И вот ребята мои сегодняшние, это… Представляй их, пожалуйста. Илья Драгунов и мистер Драмсберг. Привет, привет. Чудо-богатыри, руки-дролльные. Да, абсолютно. Вот, именно так они записаны в соцсетях. Если кто-то хочет найти страницы ребят, то они вот все есть у меня. Мы очень дружим, очень друг друга любим, я надеюсь. Ну, а если вы хотите найти страничку Елены Князевой, то надо вам искать «Белка Раша», и тогда не ошибетесь. Даже есть песня такая, на самом деле. У нас сегодня, правда, ее нет. А начнем мы с какой песни, Лен? Начнем мы все с тех же старых, добрых, личных, которые действительно уже покорили, не без вашей помощи, за что вам огромное спасибо. Вот, я думаю, что сейчас мы сыграем. Спасибо, слушаем, смотрим. Ребята. Напиши мне в личные, кто из нас стал лишним вдруг. Замираю мысленно, а потом права. Замираю мысленно, а потом права. Глубы дыма до утра, не курю, но вдруг пора. Черный шелковый наряд соскользнет с плеча. Чайно. Запомни, поскорно меня. Из лучших мне нужно я. Запомни меня, как сейчас. Танцующий медленный джаз Напиши мне в личные Что-то неприличное На твои наличные Я куплю паша Я сегодня в кружевах Вижу твой вопрос в глазах Самый главный мой секрет Что ответа нет Запомни о стонах меня Из лучших мне нужна я Запомни меня как сейчас Танцующий медленный джаз Пиши мне в личные Кто из нас стал лишним вдруг Замираю мысленно А потом права Запомни о стонах меня Из лучших мне нужна я Запомни меня как сейчас Танцующий медленный джаз Запомни меня Ну что сказать незабываемо Елена Князева Концерт у нас Леночка Скажи, пожалуйста На какое число увеличилось Количество неприличных сообщений Твои личные На самом деле, если честно Когда я писала эту песню Я тебе рассказывала уже историю Ты реально первую знала Я даже не рассчитывала быть понятой Потому что у меня очень долго Вертелся в голове этот припев Запомни по стонам меня Я еще думала, что к чему Даже такое как-то неприлично выпускать Но в итоге я сделала Такую искреннюю песню Которую не просто написала сама Я спродюсировала Даже Бэйки И пока она не сложилась Так, как я ее себе спланировала Я не отстала от продюсера Леонида Величковского От ребят, от музыкантов И эта песня на самом деле Оказалась таким для меня Действительным победоносным рывком Без преувеличений Она прям стала народным хитом Буквально каждый день приходит Огромное количество каверов Наверное, ты видела Да, это все в интернете Очень много И вчера вот прислали ребята из Сочи Целый армянский бэнд Там муж, жена Такие красивые там С дудуком Просто безумно красиво Я всегда на самом деле смотрю Поражаюсь, какое количество талантов В нашей стране И они поют на самом деле Песню намного лучше, чем я Они такие там придумывают Вариации, вокализы Какую-то вообще сумасшедшую Армянскую мелизматику Это очень здорово Ну а количество неприличных-то сообщений В итоге увеличилось в личку Не стыдно говорить Да, пишут Я иногда выкладываю в сторис Пишут много У нас же народ такой Вы просили, Лена Получайте Да, пишут разное Пишут это много Щедра земля русская На неприличные предложения Засыпали, это правда Я даже не Креативно хоть пишет, Лена Или просто По-разному По-разному Кто как Причем пишут все Причем и мужчины, и женщины И прям вообще разные Но песня искреннее Мне кажется Вот в этом ее успех Это чувствуется Очень много слов по поводу нее сказано Вот если бы ты спел Я бы очень удивилась и обрадовалась Кстати, мужчины бывает, что поют Но они поют не по стонам А Запомни по струнам меня Кстати Кстати, это вариант Из лучших Не нужная ты Вообще по струнам Это уже мужчины стали переделывать Нет, я это писала про стоны Я это все Про свое, про наболевшее, про женское Мужчины уже переделывать Чтобы им было просто корректно Леночка, в последнее время У тебя очень много фотографий Роскошных фотографий Из Москва-Сити Из роскошных апартаментов С чего, конечно, уже многие делают выводы Что Елена Что мы сделали неприличное предложение Совсем неприличное И она согласилась, да Но мне сделали совсем неприличное предложение Я не смогла устоять Ты совсем не выносишь на показ Свою личную жизнь В общем, все, что мы можем иметь Это тебя Одно Максимум с котом Да, кстати Ну, твоя принципиальная позиция Ты не будешь? Да, я считаю Тише едешь, дальше будешь Больше молчишь Больше сбережешь Больше сберешь, да Каких-то, как называется Дивидендов А как же сейчас, знаешь Вот некоторые артистки Прям такие вот огромные-огромные материалы В СМИ, в интернете О том, что Один олигарх из Греции Второй И там драки Из Испании Да Нет Я против вообще Всяческого медийного вранья Вообще, на самом деле Мне уже не раз предлагали И обложки И развороты И что только они предлагают Но действительно, мне кажется Вот, ну, должна быть Какая-то женщине загадка Должна быть тайна в ней какая-то Должна быть Абсолютно Вот молодец Мы не будем предлагать Какие развороты Мы попросим У нас видео идет Прямая трансляция С сегодняшнего дня У нас вторая песня Это тоже и автор Ты знаешь И вы, кстати Тоже одними из первых Поддержали эту песню Я тоже, когда написала Это было такое Новый Начало нового этапа Началось с этой песни Я написала тоже полностью сама И спродюсировала сама Я тоже не понимала Сколько это вообще кому-то нужно Интересно И как-то с нее все началось И после нее Именно она дала мне толчок Для того, чтобы я написала личные Поэтому я всегда Не устаю говорить спасибо Тем, кто был со мной вначале И поддержал Как страна ФМ Мой самый любимый Телерадиоканал И поэтому мы сегодня Наконец-то здесь Ну что, ребят, готовы? Я, наверное, живу не так Как хотелось бы всем многим И дорога моя пункти Поперек всем другим дорогам И слова мои стали ссор Там, где просто молчит другая И сама за свою прямоту Про себя я себя ругаю С сегодняшнего дня По нотам ложусь От звуков тишины Безнаний окажусь От двух неверных днов Мелодия грустней От трех правдивых слов Мне нравишься сильней С сегодняшнего дня Кто-то любит, а кто-то так За спиной подточил ножи Кто-то сердце свое откроет Кто-то скажет свое покажи Кто-то молча возьмет на плечи И согреет теплее огня Без падения и ошибок Без меня просто нет меня С сегодняшнего дня По нотам ложусь От звуков тишины Безнаний окажусь От двух неверных днов Мелодия грустней От трех правдивых слов Мне нравишься сильней С сегодняшнего дня О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Страна и фэн, с сегодняшнего дня По нотам лошусь, от звуков тишины Без знаний откажусь, от двух неверных нот Мелодия грустней, от трёх правдивых слов Мне нравишься сильней с сегодняшнего дня О-о-о, с сегодняшнего дня О-о-о, с сегодняшнего дня Ах, друзья, а пока вы смотрели и слушали рекламу, а мы с удовольствием с Романом Шаховым слушали и смотрели специальную импровизацию, песню «Страна-ФМ», она так и называлась. А Леночка Князева у нас в гостях сегодня вместе с ребятами, с музыкантами Кстати, классно получилось, прям кусочек, можно? Этого человека зовут Михаилу, не повезло, кахон Многие мои друзья, не музыканты, говорят, что такое они штишь в публичном месте А на самом деле кахон, это вот то, что у Михаила между... Да, он сидит на этом Это стул, это стул Михаила Но это вовсе не стул, а это кахон Музыкальная шкатулка Да, абсолютно Михаил из нее извлекает такие постукивания, под которые можно построиться если ты и джазовый музыкант, если ты не музыкант вообще Причем это какой-то модифицированный кахон у него там есть тарелочки такие сбоку, мы видим Это он уже сам апгрейднул его апнул левел, да? Он говорит, что-то какой-то тухлый Я говорю, делаю тарелки Я говорю, не переборщи, Миша Переборщил Ну, дело в том, что это же такой достаточно усеченный такой мини-составчик, да? У тебя же целая команда, сколько там человек? Да, целая банда, да Просто их страшно брать сюда, потому что с нами стыдно, но весело Я взяла самых приличных музыкантов Почему стыдно? Лена, уточнишь? Потому что они очень веселые Слишком веселые На концертах это все можно увидеть и услышать Абсолютно Просто у нас сегодня такой уважаемый эфир, уважаемые радиостанции Спасибо Я беру один женатый, а другой просто... Просто с кахоном Другой с кахоном, давай так Другой с кахоном, да Я открою секрет тебе и со нашим зрительным слушателем Мы уже через какое-то, надеюсь, быстрое время Переберемся в другую студию Она очень большая И вот там ты сможешь провести всю свою неприличную Не страшно команду Большой концертный зал А там ведущие будут в стороне Там специально ограждение будет Так что очень страшно Я уже хочу на самом деле очень Я очень хочу Хотите, пацаны? Да, все кричат, конечно И зрители тоже сообщают Ну, раз вы хотите, все Мы будем ускориться Да, Леночка Расскажи, пожалуйста Вот что касается опять твоих соцсетей Если мы их посмотрим и рассмотрим То ты что-то невообразимо устроила Это раз на неделю моды в Москве Покорила всех Наряды были фантастическими Не только наряды, но и аксессуары Чувствую одни необычайной красоты очки Да, это специальные очки Линды Ферру Мы их отбывали Не спрашивайте, где я был, что я делала Но мы нашли оригинальные очки Линды Ферру С капельками Они культовые, редкие Везде солдатные давно Всегда ли Елена Князева слушает стилистов? Или иногда она может стукнуть каблучком Попу топнуть ножкой и сказать Ну, знаете что? Я в этой полиэтилене не пойду никуда Да, у меня была полиэтилена Это правда Такая Лена в полиэтилене Я на самом деле Это была теплица Не все оценили Это крайне неудобная была конструкция Одеваешь ее на морозе, она мерзнет Как вот лаковые споги у меня сегодня Вот так вот встаешь В позе пугало и думаешь Как бы мне сгибнуть руки? Кстати, вот что-то красота требует Жертвы, может быть Да, но этот лук попал вообще конкретно везде Во весь глянце первого эшелона И со мной сидели рядом Очень уважаемые издатели Они все косились на меня И один в конце не выдержал Подошел Очень уважаемый человек в мире моды Прям такой законодатель Говорит Вот я спросила Вот Елена Князева Да, я раньше вас не замечала Как вот вы Как вот вы сегодня же Просто всех произошли Я сижу с другим глазом И думаю А всего-то надо обладать Пакет полиэтиленовый плащ Это просто Самое главное в мире моды Да, на самом деле У меня очень крутые стилисты Не хочу скрывать их имена Это Ксения Смородина И это Егиш Широян Они очень крутые Очень широко известны В узких кругах Наконец-то мы стали Доработать вместе Доросли Я до них Они в принципе давно Уже так звезды Они делали клипы Тефеста Ну, лети Они делали клипы Фараона Не знаю, насколько форматные артисты Сходя из сегодняшнего У нас все в формате У нас нет Я знаю, что вы На самом деле Молодцы Поэтому я Как бы называю эти имена Они очень крутые Делают самых передовых Самых стильных Самых классных артистов Я очень мечтала попасть Ну, у нас сегодня Классная артистка В гостях Поэтому, конечно Она даже не только говорит Но и петь Лена, что будет следующее? Следующая песня Будет одна тоже Из главных песен Моей творчества Называется «Ключицы» Многие ее знают Любят И куда бы мы ни приезжали Люди прям подпевают Ей очень сильно Когда-то, кстати Ее не брали Не ставили Не верили Пока она не попала Во всех хит-парад И не стала петь Потому что вся страна Тоже была Ты всех победила Ключицами Ключицами Началось мой победный Крестный ход Если можно так сказать Творческий Завтра он идет Просто заберет Свои перчатки Встанет и уйдет Ае Молча провожу Молча запишу В своей тетрадке Кажется, умру Ае Ае И будет дождь 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 В моих ресницах Застревательница Лица А он поймет Придет Опять примчится Целовать меня Включиться И будет Завтра он уйдёт Больше не оставит лужи в душе Пепел на комод А, yeah Чтобы без потерь Я закрою рот, глаза и уши И входную дверь И будет дождь Дождь, дождь В моих ресницах Застревать лица-лица А он поймёт Придёт Опять примчится Целовать меня в ключицы И будет Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Ждешь, ждешь, в моих ресницах застревать лица лица. А он поймет, придет, опять примчится, целовать меня в ключицы. И будет, ждешь, ждешь, в моих ресницах застревать лица лица. А он поймет, придет, опять примчится, целовать меня в ключицы. Целовать меня в ключицы. Студия 89,9. Концертный зал. Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. У нас сегодня Елена Князева и ее музыкальный коллектив. Леночка, скажи, а есть ли какое-то, ну, может быть, имя, название у этой группы, у твоей? Или просто коллектив Елены Князевой? Они просто, на самом деле, очень самодостаточные музыканты. Со мной или без меня очень все крутые ребята, каждый хорош по-своему. Кто-то веселый, кто-то юморист, кто-то, кстати, подпевательный на концертах. Бэк-вокалисты. Да, да. У нас есть песня с лок-догом «Вино». И у него так совпадает тем. Рудивительно дело, если бы я знала, что можно, я могла бы записать Мишу и сказать, что мне лок-дог. Слушай, а возможно ли, что ты напишешь песню, и Миша ее исполнит? Нет. Я очень сугубо такой артист. Я могу писать на заказ, но мы с ним вообще часто дуэтом поем. Молодцы. Он прям вообще подхватывает все как надо. Вообще, на самом деле, большой молодец. А давай сейчас покажем, как это происходит. Давай. А как это происходит? Ну, я вот начну какой-нибудь... Громче говори в микрофон ближе. Сейчас я не понимаю, что происходит, это что-то они придумали опять. Каждый концерт... Какая-то импровизация, друзья, в концертном зале, так? Поплотит, а ты что-нибудь споешь. Ну, давай, хочешь вино. Не, вино. В смысле, это песня? Здесь микрофон? Не-не, не Миша, а Миша будет стучать, наверное. Нет, просто Миша выступит в роли... Подпевай, а у него микрофон нету. А он на кахоне подпоет. Миша на кахоне подпоет, но услышим мы только здесь. Хорошо. Да, так бы хорошо было. В общем, вы запишите эту песню. И принесем ее вам. Перейдем с Михаилом. Нет, кстати, если только Миша подойдет к тебе, может быть, так, что это... Хочешь, подойди ко мне? Я даже не пойду, на самом деле, петь. Но хочешь, иди ко мне. Хочешь, не поешь? Они неразделимы с кахоном, как братья. Друзья, все эксперименты оставим тогда на потом. Все, мы эту песню вы запишите. Я хотел тебя спросить по поводу твоих стихов, твоих текстов. У меня очень много всяких разных. И далеко нехи становятся, на самом деле, песнями. И я часто забываю свои стихи. Надо, на самом деле, к эфирам делать выписку, распечатку, потому что иногда перечитываю, думаю, надо же, как я точно как-то тут уловила эмоции. Как ты архивируешь вообще? Где-то в инстаграме что-то валяется. Вот так вот. Так что я прям собираю. Такого нет. Вообще не занимаюсь. А кто-то же, знаешь, из артистов делают так, перед песней еще обязательно строчки какие-то используют. Игров какой-то стихотворный. Как у тебя с этим? Ну, вообще, такая романтика эпиграфики, она утеряла свою актуальность в 19 веке. Хотя постоянно, на самом деле, форматирование, творчество меняется. Импер раньше была мод делать интро. Сейчас все самые крутые артисты делают аутро. Я в недавно слушаюсь, кто-то не думает, какое крутое аутро у него. Это когда выход с альбома. Но, мне кажется, может быть, эпиграфика сама по себе в качестве вот таких вводных каких-то истинтенций вернется в моду. Настройка, да. Да, но пока нет. Пока нет. Друзья, говорит, да, лингвист, окончивший МГУ. Ой, слышно, да. Блин. Если говорить проще, вот тут будь веселый, добрый, тупой. Я не сказал, что пой, пой. Давайте тогда поем песню, на самом деле, которую я посвящаю своему предыдущему продюсеру. Он очень много для меня сделал. Завод его Юра Гаврилова. Знаешь, что он сейчас нас смотрит. Он тоже был в этой студии со мной. Наши пути немножко разошлись, но мы дружим, ходим друг к другу в гости на пельмени. Только сегодня созванивались по поводу гастролей, кстати. Хорошо, когда много людей с тобой дружат, и все эти отделки консляторы. Это тебя характеризует, что вы дружки. Сколько пельменей вы съели вместе, скажи. Неприлично столько говорить. Я у нас очень много съела пельменей, и поэтому я сегодня в шубе желтого цвета, неопределенного формата. Потому что пельмени у Юры удают очень хорошо. Юре большое привет. Да, и песню сейчас поем, посвящаем. Ну что? Поехали. Телефон молчит поздним вечером. Ни звоночка, ничего. Телефон. Я ищу среди неотвеченных номер сердца моего. Моя дца душа безудешная, сердце бешено стучит. Он моя любовь, сумасшедшая, самый-самый из мужчин. Мама ругается. Мама ругается, дура-цветура, и поднимается температура. Душа спотыкается, сердце сжимается. Мне нравится, нравится, нравится. Маусь. Анна. enferта. Телефон. Спотыкается, мне нравится На стекле дождя, многоточие я В ожидании звонка Без него сижу, обесточенной Не включить меня никак Чувствую, как жар поднимается Слышу стук его шагов Сердце без меня соглашается На любовь без тормозов Мама рукается И поднимается температура И шанс подникается Сердце сжимается Мне нравится, нравится, нравится И поднимается температура И шанс подникается Сердце сжимается Мне нравится, нравится, нравится Юра Температура Душа спотыкается И шанс подникается Она отнимается Я слушаю Слушаю Дается, нравится, нравится, нравится И поднимается температура И шанс подникается Сердце сжимается Мне нравится, нравится, нравится И шанс подникается Юра Температура В общем, такая песня про Юру Скажи, пожалуйста А не единственная ли это вообще Песня в нашей стране про Юру? Мне кажется, больше нет Я тоже не припомню Ни одной песни Я больше не знаю, на самом деле Про Юру И это упущение Как все Юры сейчас сидят Мне написали Юру Давайте вспомним Ундервуд пел когда-то Гагарин, я вас любила Ну, здравствуйте, пожалуйста Да, конечно А там специальный Юра, Гагарин Там уточнение А еще, кстати, ребят Я тут как-то разошлась Написала песню про Лену Даже не при себя подошла Подумала, что на самом деле Про огромное количество имен Про Рому вот есть Про Сашу есть Про Валеру есть Про Валеру есть А про Лену нет ничего И я села и написала Вот ни одной песни про Лену нет вообще Никогда за всю историю Даже со времен фольклора Нету песни про Елену Ну, ты же спрашивала В инстаграме Вообще, какая ассоциация у людей С именами, да? Да, кстати, было Ну и что? Вот тяжело, когда человек в материале Ну как? Ты же сама спросила Так, и что? Для тебя, например Вот какие имена Такие вот, может быть Самые теплые Самые близкие? У меня очень много На самом деле с именем Юля Связано в жизни У меня все прям близкие подруги И те, с кем я работаю Вот как-то все Юли Все прям Юлия как одна Потом Для меня Александр Александр На самом деле тоже такое Я прям училась с первого класса И переходила в две разные школы И со мной на парте Сидела девочка По имени Саша Мы с ним прям дружили Пока они разъехались Я просто уехала учиться в Москву Могу Она осталась там Поступила в Самару До сих пор мы общаемся с ней Какие еще у меня именно Ну такие прям вот главные Это прям вот Саша и Юля Как-то они встают рядом с Сашей Леонид тоже, конечно, для меня очень важный Это хорошее Это хорошее Просто знаешь, что Леонид нас слушает И на самом деле он большой молодец И мы начали работать Только не так давно Уже он очень много сделал для меня Продакшн всех тех песен Которые стали хитами Это на самом деле дело рук Ушей, глаз И таланта Леонида Ты прям чувствуешь Что это удачный такой Тандем Да, на самом деле как-то раз И апнури левел И я песню на самом деле писала всегда сама Не бывает такого, что у человека Вот нет таланта А потом раз Вот он раздуплился И там у него к 60 годам Раздуплился У него появился Какой-то невомер талант Я всегда писала сама песня Но, к сожалению, по каким-то Разным причинам Они как-то вот не заходили широко И вот тут я написала Опять в сто первый раз Личный И раз как-то они зашли Потом мы переделали мои старые песни Мы его уже авторство Без крика И самые разные Как-то тоже они Ну, у нас прям заказывают Сейчас их на концертах Люди хотят слышать Вот эти аранжировки Скажи, кто дел Которые мы сейчас слушаем? Почти все Делал рук Леонида Величковского Прекрасно Ему отдельный респект Опять же, музыканты Ну, кстати, настоящий мастер Он пришел Все настроил Всех благословил И ушел И очень занят всего Это, на самом деле, нормальный Тродюсер занят Ему действительно нечего тут сидеть Делать У него много артистов И все очень достойные Так и предлагаем нам раздуплиться Да Итак, следующий номер Нашей концерт А, кстати, эту песню подарили Мои друзья-артисты На самом деле, говорят, что Артисты не дружат Там, завидуют и прочее У меня очень хорошие друзья-артисты Вот Женечка Гор, например У которого тоже Делает свою музыку У него свой ансамбль Он работает в кавер-группе Пятый элемент И пишет очень крутой материал И, конечно же, всем известный Сергей Ашарин Они тоже нас слушают Я знаю, что они ждут Пока про них скажу Ребята, привет! Потому что не надеются Думают, что я Высокомерная стерва Не скажу Да, они написали Эта песня называется «Кошка» Она пользуется каким-то Немоверным успехом у мужчин Все говорят, что это Самая сексуальная песня Которую они слышали Может быть, потому что Там есть строчки Которые там есть Которые мы сейчас поем Куда-то отложил гитару Ребята, гитара такой Я не буду играть эту Сексуальную песню Нет, я приготовился играть Песню Лены А у нас Ну хочешь, мы сыграем Песню Лены Нет, уж после такого Как все уже настроились На самую сексальную песню Не переключайтесь Давайте, что хотите Все сыграем Можем то Можем то Давай кошку, а потом Лену Ну все Держитесь, ребята Мальчишки Мужчины Я, кстати, забыла Как оно начинается Мяу Может быть, как и так Живой эфир, да Сейчас Вспомнила Ласкай меня, словно кошку Я на колени присяду Твоим отравлена я там Мне жить осталось совсем немножко Тебя как воздух дыхаю И не боюсь задохнуться Боюсь однажды проснуться Осознать, что теряю Как силы теряю тебя Останься только со мной Не отвечай на звонки Я языком Перебираю Все Твои Подвонки Держи Сильнее Меня В объятиях Речи Сжимай Ты На сегодня Только мою Не отпускай Не отпускай Меня Я У У У У У У У У С С неба звезды, пока я сну, Хочу остаться обманом с тобой. Я и на это согласна, Останься только за мной. Не отвечай на звонки, Я языком перебираю все твои позвонки. Держи сильнее меня, В объятий крепче сжимай. Ты на сегодня только мой, Не отпускай, не отпускай меня. Меня, меня. Ласкай меня, словно кошку, Я на колени. Останься только за мной. Не отвечай на звонки, Я языком перебираю все твои позвонки. Держи сильнее меня, В объятий крепче сжимай. Ты на сегодня только мой, Не отпускай, не отпускай меня. Меня, меня, меня. Меня, меня. Если сегодня у вас намечался какой-то романтический вечер, друзья, вы знаете, как его провести. Все было в этой песне. Посылаю включить, включить и языком перебираю звонки. Все, мы вам поможем сделать. Лучшая шутка вечера на завтра. Комфортный вечер, да. У меня физиологические песни, я даже не знаю, почему так сложилось. Видимо, я... Выпускай альбом Анатомии, Леночка. Мне уже, на самом деле, какой-то советовал это делать, да. На самом деле, у меня готов уже альбом, я почти все песни написала сама. Я просто не хочу торопиться, хочу сейчас как бы еще одну песню выпустить, называется «Лезвие». Мы сегодня, по-моему, не поем ее, да? А вот, а как же так? Ты уже так ее пиаришь, пиаришь, пиаришь. Вот как раз ты про это... А хотите, споем ее сейчас? Хотите, акустику споем, «Лезвие»? Мы хотим и Лену, и «Лезвие». Это и есть Лена. Да. Лезвие ты себе. Как раз, давайте тогда, отлично. У нас не было в программе, честно скажу. У него там в списке вообще другая песня стоит. Подтвердаем, какая-то вообще-то. Наша рубрика «Аранжировка». Как она называется? Импровизация. Просто сама писала, и было пять вариантов. Давай, сейчас вспомню, сейчас. Какой-нибудь, Лен, один. Сейчас. Вспомнила, давай, давай, вспомнила, да. Вступаю сейчас. Ты смотришь мне в глаза с вопросом Тебе так хочется понять Откуда я черпаю силы Идти вперед, с колен вставать Ты смотришь мне в глаза с вопросом Кто мы друг другу, мы с тобой Я посылаю мысли в космос Я отвечаю головой Я твоя слабость Я в сердце нож L — это лесфия L — это ложь Я твоя сила Центр вселенной L — это лав L — это Лена Я твоя слабость Я твоя слабость Я твоя слабость Только простыни мятые Мы не стали крылатыми И вся правда И вся правда о нас с тобой В заголовках Ах, печатные смехи Я твоя слабость Я в сердце нож L — это лесфия L — это ложь L — это ложь Я твоя сила Центр вселенной L — это лав L — это лав Л — это Лена Я твоя слабость L — это лав L — это лана L — это лав L — это лена Роскошно! Ничего не больше! Кстати, поймал. Мы вообще сейчас пели не по схеме, и я всё там сделала по-другому, по структуре. И всё поймала вообще. Акустику сделала. Лена, это необыкновенно. Мы ждём новую пластинку. А клип следующий будет на эту песню? Да, я думаю, что да. Пока ещё не думала, что это будет конкретно. Вообще не знаю, я хочу работать вообще с новыми ребятами, вообще сделать всё по-новому, всё по-другому. Ты просто доверяешь, да? То есть сама в процесс производства клипов? Есть просто какие-то талантливые люди. Я могу что делать? Я пишу песни, слова, музыку, пачки бэков, продюсирую. У меня есть конечный продукт в голове. Но визуализация, я доверяю. Есть люди, которым прямо доверяюсь. Режиссёр, с которыми я работаю. Сценаристы. Мы, как правило, вместе обсуждаем. Все команды садимся, делаем мозговой штурм. Нет такого, что я сценарист написал, и мы каждую букву следуем букве сценарию. У нас же как бы лайф, и это творчество же. И на самом деле, что будет в конце, я часто не знаю. А что касается твоего парфюмерного искусства дела? Меня так замучили уже. Ждайте нам каких-нибудь новинок. На самом деле, я придумала ещё одни духи. У меня просто тупо нет времени этим заняться. Это же не просто я отдаю кому-то. Это очень крутой аромат. Я тебе говорила про то, что я сделала в следующем году. Я реально как-то подтянусь. Пока все будут в отпуске, в январе буду заниматься пуском второго аромата. У меня есть очень крутая идея. Я её придумала, я уже связалась с ребятами, французами, которые мне уже разработали. У меня есть уже пять вариантов. Но пока я просто не могу пока доехать. Хотя тоже конечный продукт у меня есть. Я говорю, что, может быть, у меня плохо специализация, но это не так. Я знаю, какой должен быть флакон, какой он на ощупь, на вкус, на цвет, по форме. У меня очень развиты все пять органов. С одеждой. С одеждой. С одеждой, нет, это не моё вообще. Сейчас столько крутых марок. И все такие передовые, там, Витман, я не знаю, Балинсяга и Гоша Рубчинский. Я круче этого ничего не сделаю. Моё – это музыка, парфюмерия, в крайнем случае ювелирка. Вот это то, чем я занимаюсь, то, чем я зарабатываю, грубо говоря. Всё остальное – это точно не моё. Название аромата уже есть или пока будешь думать? Оно состоит из двух ингредиентов, если я скажу. Сейчас у меня кто-нибудь что-нибудь опять позаимствует идею. Не-не-не, не будем рассказывать. Нет, оно прям вот… А, всё. Потому что, на самом деле, недавно такая ситуация была, я никому не рассказывала. Вам расскажу, что у меня хотели забрать моё поседание «Белка». Нашлись ребята, которым очень понравилось это имя. Они начали работать под этим именем. Мне пришлось срочно подать на патент, взять поверенного специального патентного, который вот запатентовал это имя. А я смотрю, у меня начали какие-то песни посылать. Это не из артистов ли кто-то тоже? Да, не говори. Ну, в общем, они уже перестали этим заниматься фигней. Хотя они знали, что я работаю, что у меня достаточно норм. Я работающий, действующий артист. Да, артист. Тем более, даже Инстаграм «Белка». Да, на самом деле. Ну, не знаю. Им очень понравилось это имя. Они сказали, что такое имя хорошее. Я хотела сказать… Знаете, у меня квартира тоже сити очень хорошая. Ну, приходите, ребят, что-то мелочиться и имя забрать. Поэтому, ну, бывает, а греки хорошо, что ребята справились. Они молодцы. Ну, это ты молодец, Лена, потому что ты умный. Я не стала скандалить, не стала ничего поднимать там бучу. Просто юристы связались, они поняли друг друга очень быстро. Чтобы не поднимали бучу любителей музыкальной части концертного зала, надо петь. Итак, песня «Прости», концертный зал Елена Кнезева. И там будет партия Михаила Драмсберга. Кто начнет, парни? От любви до ненависти, близко до пропасти. Мы рискуем всё потерять, мы разучились летать. Потень меня не избежать, опасные игры играть. Чтобы спасти любовь, я брошусь вслед за тобой. Прости, не удержала, я падаю вместе с тобой. Чего нам не хватало, чтобы спасти нашу любовь? Я падаю вниз за тобой. Прости, не удержала, я падаю вместе с тобой. Чего нам не хватало, чтобы спасти нашу любовь? Я падаю вниз за тобой. Как одно дыхание через расстояние. Я падаю вниз за меня, ты крепче держись. Не могу я больше играть, я не научилась терять. Я спасаю нашу любовь, чтобы спасти нас с тобой. Прости, не будь я все слабо сказаны. Будто растеряли в разуме. Не сперегли, друг друга не помнили. Оставив чувства последней огонь. Прости, не говори прости, просто отпусти. Безудержно сгорели мы на этой скорости. Теперь лишь ты и я над этой пропастью. Она же мы не оставляем. Прости, не удержала, я падаю вместе с тобой. Чего нам не хватало, чтобы спасти нашу любовь? Я падаю вниз за тобой. Прости, не удержала, я падаю вместе с тобой. Чего нам не хватало, чтобы спасти нашу любовь? Я падаю вниз за тобой. Прости. А как ее не простишь после этого? Даже если ей было бы за что, но этого и нет. Даже не за что прощать. Хотя по статистике вот есть даже песня «Story seems to be the hardest word» Люди на самом деле очень часто не просят прощения. И вообще прощение просит чаще всего не тот, кто даже виноват, а к кому дороже отношения. А ты себя к каким людям относишься? Я вторая. Попросишь запросто, да? Да. Все-таки сложнее прощение даровать, чем попросить. Да, это правда. Ребята, я знаете, о чем хочу вас попросить? Попросить. Дело в том, что, Леночка, у нас повтор этой программы пойдет в воскресенье, ближайшая, всем поклонникам Лены сообщая в эфире и теле, и радио, разумеется. А еще мы планируем повторить программы в двогодние праздники. И как-то надо, я так думаю, передать туда привет вот тем, кто сейчас смотрит за столами, сидят, отмечают. Леночка, что будет на твоем столе в Новый год? Что обязательно должно, помимо пельменей, как мы уже поняли, разумеется, а что должно быть на столе? Пельмени, два трушки. На самом деле стол у меня будет очень урывочно, потому что Новый год я работаю, и первого числа в 7 утра у меня самолет. Чем накормят, тем ты... Чем накормят, тем и рад. Хорошо бы везде, да я хочу спеть, все сделать как надо, и я в 7 утра очень хочу улететь, потому что уже начинается вот это вот все, вот это вот все, и уже как бы чувствуется такая предновогодняя лихорадка, и на самом деле, многие говорят, что кризис в стране, но у нас есть концерт, есть работа, есть кастроли, вот, и декабрь будет очень тяжелым, я чувствую, как никогда. А куда ты отправляешься, скажи, потому что наши поклонники, наши слушатели и зрители, они тоже путешествуют по всему миру. У меня традиция каждый год, 31 декабря, я начаться работу, и первого числа в 7 утра я улетаю в Таиланд. Уху, значит. Спасибо, что в Таиланде есть интернет, и мы все увидим в инстаграме. А может и нет. Я кстати, когда на отдых, я вообще забываю про Талфу, даже не захожу, мне там пишут вообще, что-то предлагают. Мне нужно как-то отключаться Потому что я все время очень сильно в музыке В материале И мне хочется 14 недель тишины Кстати, пишется тебе в тишине на отдыхе Или не приходит песня, как происходит Вообще, на самом деле, нет Я больше слушаю музыку Я включаю в уши любимых артистов Хип-хоп, рэп, скриптонита Очень слушаю Оксимирона Мне очень сейчас в последнее время нравится Песня скриптонита Витамин Скажи, можно ли надеяться, что у тебя Будет больше, больше, больше рэпа в творчестве У меня он есть, потому что у меня есть Дуэтные композиции Я его очень люблю, кстати, его слушаю тоже часто Ну, на самом деле, у меня сейчас такой Период, очень достаточно творчество И даже, вот мы сейчас сидели, если они думали Может куда-то присунуть и поняли, что даже некуда Присунуть, а не некуда Добавить, в смысле добавить, да Ну, раздуплиться-то можно, а присунуть не надо Давайте раздуплимся на следующий трек Как раз ты не Который я дупля не дала И я думала, что прости Подождите, или что? А что у нас? А давай сильно, да Поехали Помнишь песню? Тебе кажется, что ты меня разрушил Но я живу Становлюсь лучше Я сжигаю мосты Новому навстречу Ну, а ты без меня Мне так будет легче Разошлись пути Я теперь свободна Без меня можешь ты Идти куда угодно Кажется, что я потеряла веру Но я шагаю Вперед, смела Сильная, чтобы все преодолеть Сильная, чтобы не о чем не жалеть Сильная, буду верить я и ждать Сильная, знаю, что смогу счастливой стать Страна ФМ Страна ФМ Страна ФМ Счастливой стану Тебе кажется, что без тебя не смогла бы, что упала, сломалась, стала быть слабой Ты не сможешь меня больше вернуть назад, и ты точно знаешь, кто виноват Кажется, что без тебя я плачу, но я улыбаюсь, желаю удачи Я начну все с чистого листа, и поверь, не останусь я одна Сильна я, чтобы все преодолеть, Сильна я, чтобы ни о чем не жалеть Сильна я, буду верить я и ждать, Сильна я, знаю, что смогу счастливой стать Счастливой, счастливой стать, Смогу счастливой стать, Смогу сегодня Счастливой, счастливой стать, Счастливой, счастливой стать, Счастливой, счастливой стать, Смогу 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 счастлив Счастливый старт, могу счастливый старт. Знаю, что смогу счастливый старт. Браво! Этот час мы провели очень счастливо. Елена Князева в концертном зале. Елена, спасибо тебе огромное. У нас от ровного минуточка до финала этого часа. Ребятам огромное спасибо тоже отдельное, потому что это было очень круто. Спасибо вам. Ну и остальным участникам банды тоже пламяный привет надо передать от нас, пожалуйста. Продюсеру тоже давайте не забудем ему привет. Мы же ему сто раз сказали, уже стыдно уже столько. Нет, нет, не бывает. Лен, мы от тебя ждем Лезвие или Лену, ну, во-первых, ты определись. Да, не точно Лезвие, не как-то будет Елена Князева, Лена, но как-то такой селфнейминг, не знаю, тумачный, мне кажется, селфнейминг. А мне кажется, красивый очень Лену, очень нежное будет название Лезвие, она будет немножко так отрицательна. Ну, как-то, в общем, решай сама. Да, такой у нас три Е. Мне кажется, Лезвие. А какой правда вот лучше? Давайте спросим слушателей, пусть они пишут нам. Напомнишь, там такой припев. Я твоя слабость, я в сердце нож. Л – это Лезвие, Л – это ложь. Я твоя сила, центр вселенной. Л – это лав, Л – это Лена. Я твоя слаба. Может, не будем отпускать ее? Концертный зал. Елена Князева. Спасибо огромное. Спасибо огромное. И до новых встреч. Это программа «Концертный зал».